Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Софья собиралась домой. Нужно было спешить отвезти сына в детский сад, а потом заступать на новую смену, уже дома. Подумав об этом, она нахмурилась и устало вздохнула. На работе все-таки ей было легче. «Устала, Сонечка?» – спросила ее медсестра Алены. «Да нет, сегодня ночь спокойная была, я даже поспать успела», – улыбнулась Соня. «Домой просто надо побыстрее, и горку в садик, ну и дела домашние. А свекровь не помогает, что ли?» «Да нет, она спать долго любит, да и вообще, чего ее беспокоить?» Отмахнулась-то. Вечный вопрос. Зачем живешь со свекровью, если она ничем все равно не помогает? А где еще жить? Так с самого начала повелось. У Сони жилплощади не было. Снимать жилье дорого. А у Максима с мамой все-таки трехкомнатная квартира. Ну неужели им не хватит места? Конечно, места хватало, но вот жизни, честно говоря, не было. А куда денешься, если некуда? Так и жили. Свекровь действительно совершенно не помогала с ребенком. Елена Георгиевна вовсе не была классической бабушкой, которая балует внука пирожками, вареньем, сказками и прочими прелестями жизни. Ее даже посидеть с внуком было не заставить. Бывает, что согласится, а потом соберется и уйдет, оставив ребенка одного. Поэтому Соня особо и не просила ее. Не хочет и не надо. Справимся без нее. Справлялись? Хотя обидно, конечно, Соне было. Казалось, что бабушка совсем не любит своего внука. Может, и не зря казалось. По какой причине, не поймешь. Ведь Егор такой хороший мальчик, так на Максима похож. Неужели это из-за имени? Конфликт был вот в чем. Свекровь, когда узнала, что Соня ребенка ждет, сразу заявила. «Девочку назовем обязательно Наташей. А мальчика Георгия, в честь моего отца. Очень достойного человека». Соня тогда только плечами пожала. Она, честно говоря, сама думала, что будет девочка. А когда узнала, что мальчик, даже немного расстроилась. Как ей отделаться от этого Георгия? И даже свекрови сразу не сообщила, что будет мальчик. Ну, не нравилось ей это имя. Тем более, в сокращенном варианте. Гоша. Но когда пришла с ребенком из роддома, сразу решительно сказала, что назовет сына Егором. И успокоила свекровь. «Это почти то же самое, что Георгий. Разве ты успокоишь?» Надулась. Ушла в свою комнату, дверью хлопнула. На ребенка даже не посмотрела. Вот с тех пор так и повелось. Называла она внука Гошей, но относилась к нему безо всякой теплоты. И к Соне тоже с тех пор стала относиться хуже. Как же, ее посмели ослушаться, поперек пошли и никаких тебе пирожков, никаких сказок. Потому Соня и на работу в больнице устроилась санитаркой. Некоторое удобство в этом было. Работала сутки через трое, рано утром уходила на работу, утром же и возвращалась. Пока она была на смене, с Егором сидел муж, ну или свекровь. Они вот именно сидели, то есть занимались своими делами, ребенок сам по себе. Он и сам уже не раз сетовал на это. И когда узнавал, что маме завтра на работу, грустил. «Без тебя так скучно. Не погулять, не поиграть, ничего». Они даже из детского сада порой забывали забрать его. Хорошо, хоть там воспитатель знакомый, Светочка, и живет недалеко. Отводила малыша домой, под попечение отца с бабкой. Конечно, с получки или просто так, а может, к празднику приходилось ей подарок какой-нибудь делать. Но это уж не жалко. За доброе дело всегда отблагодарить надо. Соня и сама иногда принимала всяческие благодарности от пациентов хирургического отделения. А что поделаешь? Некоторые лежат после операции, за ними нужен особый уход. Медсестрам не успеть. А санитарка всегда пожалуйста. Поэтому Соня не отказывалась ни от шоколадки, ни от яблочка, ни от каких-нибудь мелких денег. Потому что деньги были нужны. Зарплата маленькая. Работа мало того, что не самая статусная, так еще и довольно хлопотная. Сегодня, да, повезло. Спокойная ночь выдалась. Удалось дремнуть, а иногда бывает, что и не присесть. Но Соня все равно. Любила свою больницу. Да ее там все любили. Хорошо относились, уважительно. Несмотря даже на то, что всего лишь санитарка. И главврач всегда здоровался. Здравствуйте, Сонечка. Как ваши дела сегодня? Как наши больные. Пациенты. Что ж, они тоже ее любили. И родственники больных тоже. Как одна старенькая уже женщина сказала. Ах, Сонечка. Я так рада, когда ваша смена выпадает. Увижу вас и сразу легче становится. А Соне и самой легче было на работе, чем дома. Где никто и особо уважением не баловал. Муж? Да, муж у нее был. Максим. В общем-то, неплохой человек. Поначалу, по крайней мере. Их отношения можно было квалифицировать как взаимная любовь, по которой они и поженились. Иногда Софья думала, что не живи они со свекровью. И все бы сложилось по-иному. Ведь мама всегда была на стороне своего сыночка. А значит, против его жены. Она-то с самого начала считала, что Соня далеко не лучшая партия для ее такого успешного, умного, талантливого, красивого сына. Нет, она не была особо против невестки. Но все же неприязнь чувствовалась во всем. Видимо, и сыну говорила о том, что поспешил он жениться. Надо было выбрать кого-нибудь более выгодного во всех отношениях. А Соня... Соня есть Соня. И уж после того, как вышло это недоразумение с именем ребенка и устройством на работу в больницу с санитаркой, Елена Георгиевна и вовсе считала ее совершенно никчемным человеком. И это-то при том, что ее сын вроде как все же пошел в гору. Он был бизнесменом, а не просто так. Но, собственно говоря, бизнесменом он и не был. Работал у бизнесмена. И особых высот пока не добился, хотя очень мечтал об этом. Естественно, каждый день обсуждая свои планы с мамой. Вот увидишь, я еще директором буду. А я не сомневаюсь. Конечно, будешь. И удивляюсь, как ты еще не директор. Ты же, наверное, лучше всех во всем там разбираешься. Ну, лучше не лучше, скромно говорил Максим, но разбираюсь. То, что жене все это рассказывает бесполезно, Максим понял довольно быстро. Соня, конечно, слушала и не позволяла себе возражать или скептически улыбаться. Просто кивала. Да, я верю в тебя. Знала, что для мужчины это очень важно. Но на самом деле веры особой не было. И чем дальше, тем ее становилось еще меньше. Сам Максим делал все, чтобы разуверить жену. Она же видела, как его поведение становится все более недопустимым. Как для работы, так и для семейной жизни. Да, он был самым настоящим лентяем. Как уж там дело обстоит в офисе, она не знала. Но представить, что он трудится больше всех и от него там что-то сильно зависит, было сложно. К тому же, чем дальше, тем чаще он выпивал. А не так давно Соня убедилась, что муж ей изменяет. Подозрения были давно и не беспочвенные. Но в последнее время это стало уж слишком явно. Она не препятствовала этому. Вообще, их отношения с мужем стали уже скорее соседскими. Просто жили вместе под одной крышей. Потому что Соне некуда было уйти. Да и сам Максим вроде не горел желанием разводиться. Как ни крути, а женатый человек все-таки выглядит более убедительно. Да и помощница матери нужна. Ведь вся домашняя работа держалась на Соне. А если ее не будет? Елена Георгиевна тоже не особо-то любила заботы по дому. Даже после того, как она уволилась со своей основной работы, дому внимания особого не уделяла. Словом, тягостная у них была обстановка. Если бы не Егорка, возвращаться бы не хотелось. Соня очень заботилась о своем сыне. Ставилась, чтобы он не замечал того, что у них в семье не все ладно. Но в последнее время и сама стала срываться то на мужа, то на свекровь, пытаясь защититься и оспорить их обвинения. А они бывали довольно болезненные. Иногда она, старательно сдерживая голос, чтобы не допустить скандальных интонаций, говорила. Да что же это такое? Почему вы так ко мне относитесь? Я все по дому делаю, стараюсь, а вы на меня все свалили. И ребенка, и хозяйство еще и недовольны. Ну разве так можно? А, хозяйство, усмехнулась Елена Георгиевна. Какое там хозяйство? Что у тебя? Куры, коровы, огород двадцать соток. Все хозяйство, посуду помыть да пол подмести. Не хочешь, не делай этого, зарастай грязью. А с ребенком твоим никто нянчится и не нанимался. Мой ребенок, это вообще-то ваш внук, сын вашего сына. А вы на него внимания не обращаете, ну как так можно? Он ведь большой уже, все понимает. Ой, не смеши. Что он может понимать шесть лет, если только ты ему не внушаешь, что папа плохой и бабка плохая. А ты ведь наверняка наговариваешь. От тебя деликатности не жди. Не знаю, как тебя и в больницу допускают. Ты там, наверное, всем уже поперек горла встала. Никуда я не встала. И прекрасно работаю. Мною все довольны, хвалят. А вот дома я самая плохая. Не раз уже Соня задумывалась и о разводе, и о том, чтобы снять где-нибудь квартирку. Переехать. Пожить, наконец, отдельно от своих милых родственников. Но не решалось. Тяжело все-таки быть одной, как ни крути. Да, никакой помощи от свекрови она не получает, и от мужа тоже. И денег от этого горе-бизнесмена не дождешься. Это пока они живут вместе, она все же что-то от него имеет. Хотя и сущие пустяки. А уж если разъедутся, какие там алименты. Придя в этот раз домой, Соня ахнула, увидев сына. Егор уже не спал. Ходил по квартире одетый, с куском булки в руках. Грустный. И по глазам было видно, что плакал недавно. «Егорушка, что с тобой? Ты не заболел?» – воскликнула Соня. «Нет, просто очень грустный и все». «А из-за чего?» «Ну расскажи, ты давно проснулся?» А я не спал. Ну, то есть, немножко поспал, потом проснулся, потому что кушать хочу. Тебя что, не покормили? А бабушка что говорит? «Ты так и спал одетой?» Сердце матери болезненно сжималось при виде малыша. Да мне лень было раздеваться. И очень грустно. Я тебя ждал. А меня вчера вообще не покормили. Только когда Светлана Ивановна меня привела, бабушка дала кашу. Холодную. А я не стал есть. Она меня обозвала и сказала, что раз я не хочу, то больше ничего не получу. Поэтому я только булку нашел в хлебнице и все. Печально говорил ребенок. «Ужас какой-то!» – ахнула Соня. «Бедный малыш, ну я тебя сейчас покормлю». Разговор со свекровью она отложила. Елена Георгиевна храпела у себя в комнате. «А папа где же?» – спросила она сына, торопливо готовя завтрак. «Не приходил?» «Нет, он дома не спал. Я не знаю где. Его и вчера не было. Я не видел его». После еды сын немного повеселил. И было видно, что он хочет спать. «Так, давай-ка малышу моемся, разденемся и ляжешь. А в садик сегодня вообще не пойдешь. Я позвоню Светлане Ивановне». «А ты сегодня тоже не пойдешь на работу?» «Нет, солнышко. Мы с тобой три дня будем вместе». «Ура!» – обрадовался ребенок. «Как здорово, когда у тебя выходные, а когда тебя нет, очень плохо?» «Ну, они тебя хоть не обижают?» «Нет, ругают только. Говорят, что я капризный и вообще отменяет небеспокойство. А я ведь никого не беспокою. Смотрел вчера телевизор и все. А смотрю я очень тихо». «Бабушка ушла вчера. Долго ее не было. А потом пришла и со мной даже не разговаривала». Успокоив сына и уложив его спать, Соня отправилась наводить порядок на кухне, готовить завтрак, обед и думать, что же делать дальше. «Значит, муж вообще дома не появляется, когда захочет. Свекровь тоже болтается неизвестно где. А ребенок брошен весь вечер». «Конечно, сказать об этом бабушке стоило, но, собственно говоря, навряд ли это будет иметь хоть какой-то толк». Когда свекровь, позевывая, вышла из своей комнаты, Соня все же обратилась к ней. «Елена Георгиевна, ну как так можно? Почему вы Егорку не забрали из садика? Не покормили, спать не уложили, он же маленький». «Да какой маленький? Шесть лет. Дети должны сами уметь и умыться, и спать лечь. А с этим твоим не знаешь, что и делать. Я ему еды положила, а он сказал, не хочет. Ну не хочешь, как хочешь. А у меня, извини, свои дела». Вечером пришла, а он сидит, телевизор смотрит. «Я сказала, спать иди». Он сказал, хорошо. А что уж там делал, я не знаю. «Что мне его, до совершеннолетия на ручках таскать?» «Да ты его сроду на руки не брала», в сердцах подумала Соня, пожалев, что вообще начала разговор с этой бессердечной женщиной. И все же спросила. «А ваш-то сын где находится? Почему он опять не ночевал дома?» «Это ты у него у самого спроси». «Мой сын давно взрослый. Что его опекать буду? Следить, где он и с кем ночует?» «Я не понимаю. Какие у тебя к нему могут быть претензии?» «Что? Что мужик должен делать, если жены ночью дома нет?» «Я вообще-то на работе была», напомнила Соня. «Вот и очень жаль, что ты на работе ночами. А он не знает, чем ты там занимаешься, так что его винить совершенно не в чем. Он по делу, наверное, куда-то поехал. Знаешь ли, не санитаром работает, а человек деловой и занятый? Ну что ты, поесть что-нибудь там приготовила? Завтраком угостишь?» Соня кивнула на плиту. «Ешьте, мол, что хотите». И ушла. Сил больше не было смотреть на свекровь и слушать ее разговоры. «Кажется, ничего, кроме развода, не остается», — печально думала она. Вскоре пришел Максим. Соней он не поздоровался, ни в какие разговоры вступать не собирался. Сразу протопал на кухню, начал шарить по кастрюлям. Свекровь к этому времени уже ушла к себе. «Ты почему дома не ночевал?» — безнадежно спросила Соня, понимая, что ответа не дождется. Так и получилось. Ответ хоть и был, но совсем не такой, на который она рассчитывала. «Да потому что некогда ночевать. Работал всю ночь. Это ты там дрыхнешь со своими врачишками или с кем-то. А у меня, знаешь ли, дела. Важные дела». «Ну, хорошо», — только и сказала Соня. «Какие планы на сегодня?» «А что тебя мои планы интересуют? Нормальные у меня планы. Занят я опять. Вот посплю сейчас, потом по делам. Ты пойми, нам рассиживаться некогда». Кому нам? И что значит рассиживаться? Этого Соня не поняла. Но решила больше ничего не говорить, понимая, что не добьется ничего хорошего. Максим же, проходя мимо комнаты свекрови в их супружескую спальню, постучался, окрикнув мать. «Ну что, сегодня едем?» «Едем, едем, сыночек», — отозвалась Елена Георгиевна. «Зайди-ка, поговорить надо». «Странно», — подумала Соня. «Какие-то у них там совместные дела. И куда они собираются ехать?» Представить, что Елена Георгиевна что-то понимает в делах бизнеса, было довольно трудно. Поэтому Соня и заинтересовалась. А еще и потому, что знала спрашивать что-то бесполезно. Но все-таки интересно, куда они едут. Как Егор говорит, вообще дома не сидят. Когда меня нет, куда-то уезжают. Причем оба. То вместе, то врозь. Ничего не понятно. Что они скрывают? И вообще, не опоздал ли я с разводом? Да уж. Имея дело с такими людьми, как ее муж и его мать, можно было ожидать чего угодно. Тревожно было на душе. И не столько за себя, сколько за сына. Чуяла она, что родственники что-то задумали. И скорее всего боятся, что она будет претендовать на часть их квартиры. А она будет. Потому что куда же еще им деваться? Максим выспался. И они с матерью пообедав начали куда-то собираться. Ну и куда на этот раз? Спросила Соня. Неужели по делам бизнеса вдвоем? Ну что ты лезешь? Отмахнулся Макс. Мы же тебя с собой не зовем. Так позвали бы. Мы с Егоркой быстро соберемся. Ну вот еще. Не хватало всем таваром туда ехать. По делам, служебным или нет, не твое дело. Тебя в этом случае никак это не касается. Занимайся своими делами. Вот любит она соваться не в свое. Пожаловался он матери. Ну а как же? Своих дел-то нет. Че бы к людям не поприставать? Согласилась с ним Елена Георгиевна. Собрались и уехали. Егор обнял маму. Мам, не грусти. Нам же без них даже лучше будет, правда? Правда, милый? Улыбнулась Софья, а про себя тяжело вздохнула. Вот ведь до чего дошло. Сын уже прекрасно понимает, что без отца ему гораздо лучше. Совсем она не думала, что так сложится ее жизнь. Выходные они провели прекрасно. Ходили на детскую площадку, в детское кафе, вместе в обнимку смотрели телевизор. И никто им не мешал. Макс с матерью опять куда-то уезжали. Днем пропадали неизвестно где. «Я думаю, мам, — сказал Егор, — что они ездят на дачу». «Почему ты так решил?» — удивилась Соня. «Они как-то раз говорили. Думали, что я не слышу или что я ничего не понимаю, потому что маленький. А я ведь все понимаю. Они говорили, что поедут в Старцево. Ведь дача там?» «Да-да. Ты молодец. Все правильно помнишь», — удивилась Соня. Это была дача семьи Максима. Собственно, дача сказана громко. Небольшое домишко, шесть соток, и все это, по большей части, давно заброшено. Как говорит Макс после смерти отца, который умер еще до их знакомства, дачей никто не занимался. Но сдать или продать ее было нереально, потому что и дом был не в лучшем состоянии, и участок давно заброшен. Но и находилось это Старцево не в самом лучшем месте. А чего это они вдруг зачастили на эту самую дачу? Что им там делать? Во-первых, не сезон, начиналась осень. Ничего они там и не сажали. Ну, разве что подготовить дом к зиме? Но с чего бы вдруг такое рвение? Никогда не делали и тут. Что-то здесь не так. А может, строиться надумали? Да нет, она бы об этом узнала. Соню захватило любопытство. Прекрасно понимая, что спрашивать у них совершенно бесполезно, она решила проверить все своими силами. И быстро позвонив на работу, отпросилась на завтра. «Я отработаю обязательно», извиняющимся тоном говорила Соня. Главврач, конечно, был недоволен, но отпустил ее. Он прекрасно понимал. Соня без проблем отработает, как только попросит, и столько, сколько нужно будет. Она всегда выходила не в свою смену. Так почему бы ее не отпустить, учитывая то, что у нее маленький ребенок. А она решила, что если и завтра Максим с матерью поедут на дачу, она попросту проверит, что они там делают. Заглянула в тумбочку. Ключи от входной двери и от ворот лежали на месте. То есть, они поехали с одним комплектом, а значит, вдвоем и именно на дачу. Она же завтра спокойно может взять второй комплект и удивить своих родственников нежданным визитом. Так она и поступила. Утром отвела Егора в садик, но домой не вернулась. Пусть думает, что она на работе. Вместо этого прошлась по магазинам, закупила необходимые продукты и, возвращаясь домой, заметила, что рассчитала время правильно. Макс с матерью как раз садились в машину. У Сони автомобиля, разумеется, не было. Она отнесла продукты домой и вызвала такси. Особо спешить было ни к чему. Приедет, когда Елена Георгиевна с сыном уже начнут чем-то там заниматься. И уж тогда войдет. Приехав на дачу, она увидела, что ворота открыты. Машина Максима стоит в ограде. Значит, они уже там. Прекрасно. Она свободно прошла на территорию, подошла к входной двери и уже потянула руку, чтобы открыть ее. Как совершенно ясно, услышала голоса. Мужа, свекрови и еще какой-то молодой женщины. Это незнакомка капризно говорила. Ну, Максик, я не понимаю, за чего ты так переживаешь. По-моему, это единственный вариант, который у нас остался. Ну, сам подумай. Сколько времени мы с тобой уже мучаемся и не можем определиться. Ты из-за этого развод оформить не можешь. Так, понимаешь, милая, отвечал Максим. Сомневаюсь я, что ей дадут деньги. Так надо не сомневаться, а пробовать, воскликнула она. С какой бы стати ей не дали, ну подумай. У нее официальная работа. Маленький ребенок. Дадут запросто. И не таким дают. А она? Пускай потом на здоровье отдает или не отдает. Да из чего она отдаст-то? Слишком большая сумма. Продолжал упираться Макс. Ну, а не отдаст, это будут ее проблемы. Или ты все-таки любишь ее больше, чем меня. В голосе незнакомки звучал металл. Ну что ты, кто тебе такой сказал? Максим и в самом деле был возмущен таким предположением. Ну, я не понимаю. Чего тут еще думать-то? Вступила в разговор Елена Георгиевна. Кариночка совершенно права. Кредит Соньке дадут. А если она не отдаст? Ну, в самом худшем случае, что произойдет? В суд подадут. Ой, горе какое. Ну, не в тюрьму же ее посадят. Не на каторгу пошлют. Она молодая женщина. У нее ребенок на руках. Условку дадут и все. Гуляй, мой свои горшки дальше. А ты под это дело. Радостно продолжила невидимая Кариночка. Развод с ней оформишь. И мы с тобой прекрасно сможем пожениться. Или тебя это не устраивает? Да с чего ты взяла? Я об этом вообще-то второй год мечтаю, но никак не могу добиться. Нет, Макс, какой-то ты нерешительный, но честное слово. Не в меня-то уродился. Вот в точности, как твой отец. Начинает сомневаться, думать, просчитывать. Хотя дело, по-моему, совершенно ясное. Сонька берет кредит, и дальше уж ее дело, как она будет выкручиваться из этой ситуации. А наше дело – получить деньги, открыть бизнес и жить счастливо. Но чем-то недоволен не могу понять. Не знаю, что сказать. Что-то меня беспокоит. Услышав все эти чудовищные планы, Соня побледнела и привалилась спиной к стене. Нет, не будет она входить в дом. Не будет устраивать скандал. Все равно, ни к чему это не приведет, кроме новых оскорблений. Они от всего топрутся. Скажут сейчас, что она ничего не поняла, подслушивает и вообще. Нет, не хочет она ничего такого. Лучше поедет домой и подумает о том, как бы обезопасить себя. Но наверняка есть какие-то способы. Однако сейчас ничего не приходило на ум. Потому что в голове билось только одно. Как они могли? На ватных ногах Соня отошла от дома, где строились планы, и стала думать, как бы ей добраться до города и обдумать, наконец, все в спокойной обстановке. Боже мой! Ведь они знают, что она совершенно беззащитна. У нее даже нет знакомых, которые могли бы помочь, с которыми можно было бы посоветоваться в таком сложном деле. И зная все это, они преспокойно обрекут ее на суд и, возможно, на тюремное заключение. Но даже если не на такие сложности, то просто на долги, которые невозможно выплатить. И спрашивается, за что они так поступают с ней? Ну, завел Макс любовницу. И, судя по всему, уже давно, два года мечтая с ней жить, так кто мешает развестись? Понятно, боится, что придется делить квартиру, но в конце-то концов, и это можно как-то решить. Он вполне мог бы безо всякой дележки дать ей какую-то сумму на то, чтобы она сняла или купила себе что-нибудь, хоть комнату в общежитии. Им бы хватило сыном этого. А потом подумала и решила. Хватит причитать. Надо думать, как не допустить этого. В конце концов, у меня ребенок. И кроме меня, о нем, похоже, никто не думает. Мужу и свекрови она ни словом, ни взглядом не показала, что знает об их планах. Даже старалась не показывать своей озабоченности. Пусть считает, что она ничего не знает. Впрочем, они особо к ней не приглядывались, видимо, заняты своими мыслями. И очень скоро начали активно намекать на осуществление своего плана. То есть подводить Соню к мысли о необходимости взять довольно крупный кредит. Зачем? Дело наудивлялась она. Да еще и такую сумму. Неужели она нам нужна? Нужна, конечно, нужно, сказал Макс. Ну, сама подумай. Сколько я еще буду работать на дядю? Я ведь собираюсь свое дело открыть. И уверен, все получится. Поверь, я тоже в этом уверена, но почему на мое имя? Почему не можешь взять сам или на Елену Георгиевну? Я бы мог на свое попробовать, но далеко не факт, что дадут. Во-первых, я работаю на полставки и зарплата у меня серая. Ну, то есть я получаю неофициально. Да это же буквально копейки. Ну и кто мне кредит даст? У меня не такая уж и большая зарплата. А все-таки официальная. И работа на госпредприятии, а значит стабильность. К тому же у тебя маленький ребенок. И есть специальная программа поддержки матерей с детьми. Но я не знаю, точно что-то такое должно быть. Про маму я не говорю. Она ж пенсионерка. Ну, кто ей такие деньги даст? Нет, Сонь, вся надежда нашей семьи только на тебя. Максим сразу стал таким вежливым, таким обходителем, что она действительно чуть было ему не поверила. Ну, ладно, я подумаю. Да что тут думать-то? Я уже все прикинул. Отдавать будем вместе. Точнее, я один буду отдавать. С тебя никто и копейки не потребует. Начал проявлять нетерпение муж. А вдруг ты передумаешь отдавать? И что я буду делать? Осторожно поинтересовалась Соня. Нет, ну за кого ты меня принимаешь? Обиделся Макс. Ты моя жена, а как я могу отказаться? Я все прекрасно понимаю, это дело серьезное. Но даже если ты решишь вдруг сбежать от меня, я все равно буду отдавать. Клянусь. Хорошо. И что нужно, чтобы попросить такой кредит? Сначала, наверное, на работе какую-то справку. Я ведь никогда не брала, не знаю ничего. Да ничего нигде брать не надо. Даже никому не говори об этом. Зачем? Люди знаешь, какие завистливые. Просто сходим вместе в банк. Оформим, получишь и все дела. Ты пойми, речь идет о нашем будущем. У тебя выходной завтра? Ну вот, давай завтра исходим. Как ты, однако, решительно взялся за это дело? Вздохнула Соня. Ладно, сама схожу завтра в банк. Зачем мне сопровождение? Я же не маленькая. Да, ты большая и умная. Я верю в тебя. Конечно, иди одна. Так даже будет лучше. Обрадовался Максим. Умница и спасительница. Вот увидишь, когда я поднимусь, мы мигом выплатим этот кредит и любой другой. И купим себе все, что захотим. Ты даже не представляешь, как мы счастливо заживем. Ты, главное, там в банке, разговаривай решительно. Скажи, что деньги нужны на расширение жилплощади, допустим, ребенку тесно. Ну и все такое. В общем, я в тебя верю. А я в тебя вздохнула Соня. Она не обманула. На следующий день действительно пошла в банк. Только совсем не с таким посылом, как ожидал муж. Добившись приема, Соня напрямую начала разговаривать с банкиром о своей проблеме. Понимаете, хочу взять у вас кредит на довольно крупную сумму, но дело в том, что отдать я его, скорее всего, не смогу. Зачем же так добрать, если понимаете, что не можете отдать? Улыбнулся Андрей Антонович. Довольно молодой мужчина. Тут есть причина, и она не самая лучшая. Я расскажу вам вкратце. Он хоть и был человеком занятым, почему-то решил выслушать посетительницу, видя, что она не на шутку встревожена. Софья, вдохновленная его вниманием, рассказала все, что задумали ее родственники. Андрей Антонович был поражен. Надо же, собственный муж и свекровь. И такое против вас замыслили. Да, бывает и так. И против вас, получается, тоже. Вы же понимаете, если я не отдам деньги, а у меня мало шансов их отдать, хотя обманывать я никого не привыкла, то что будет дальше? Да что угодно. Посадят меня в тюрьму или убьют, все равно деньги к вам так и не вернутся. Ну, во-первых, успокойтесь. Никто вас убивать не собирается. А во-вторых, решить это дело можно будет. Идите спокойно домой и скажите, что кредит вам одобрен, но поручителям записали вашу свекровь. Но ведь она тоже начала была Соня, однако мужчина прервал ее. Она у вас, как я понимаю, совсем не тоже. Ну, то есть эта женщина прекрасно знает свою выгоду и потому попросту откажется от кредита. То есть скажет вам, чтобы вы ничего не брали. Вы так думаете? Ну, конечно. Уверен. Это не единичный случай. А что мне сказать им прямо сейчас? Что мне отказали? Не понимала Соня. Да нет же, не отказали. Вопрос рассматривается на согласовании. Никто такие деньги просто так не дает. Нужно все проверить и вас, и вашу свекровь. Спасибо большое. Вы меня очень выручили. Я им так и скажу. Надеюсь, все удастся и никто не пострадает. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы муж со свекровью понесли какое-то наказание. Сказала она и пошла домой. Андрей Антонович остался сидеть в своем кабинете. Он уже почти забыл эту историю. Своих забот хватало. Дело в том, что приближалась его свадьба. И по этому поводу ему много о чем предстояло подумать. Вот только думы его были совсем не веселые. Соня же спешила домой порадовать родственников. Все в порядке. С порога сказала она. Документы взяли на рассмотрение. То есть, как на рассмотрение? Лицо Максима сразу вытянулось. Тебе отказали? Да нет, не отказали. Сказали, что не откажут. Просто им нужно проверить все документы. Такую сумму просто так не дают. Повторила она слова Андрея Антоновича. И Елену Георгиевну я поручителям записала. Как это меня? Воскликнул свекровь. Это с какой стати? А кого же еще? Банкир сказал, так надо. Я сначала спросил, нельзя ли мужа. А он говорит, нет, супруга нельзя. Надо другого человека. Спросила про вас. А он сказал, это будет оптимальный вариант. Что, что-то не так? Да, абсолютно все не так. Кто тебя просил упоминать мое имя? Это значит, в случае чего я буду крайне? Нет уж, спасибо, дорогая. Иди-ка отказывайся. Я не могу отказаться. И говорю же вам, банкир сказал, мужа нельзя. Ну уж нет, дети мои, зашумела Елена Георгиевна. Если так, то никаких кредитов не будет. Слышишь, Соня? Иди и немедленно отказывайся. Не бери никаких денег. Я поручителем не буду. А тебе, Максим, я говорила, все равно ничего не получится. Если в деле замешана твоя жена, добра не жди. Не могла все сделать по-человечески. Обязательно надо меня приплести. Да я же говорю вам это... Ой, хватит. Банкир не банкир. Все берут. И никаких свекровей никуда не вписывают. А тебе, видишь ли, кто-то что-то сказал. Не врала бы хоть. В самом деле, Соня, чуть-то выдумала. Возмущался и Максим тоже. Никогда не слышал о таких правилах. Ой, ну не знаю. Сам сходи в банк, узнай все, что и как. Раздраженно сказала Соня, которая уже надоела эта перепалка. Муж и свекровь собрались и куда-то ушли. А, советоваться со своей Кариночкой, наверное. С недобрым чувством подумала Софья. А все-таки я их переиграла. Спасибо Андрею Антоновичу. Надо бы позвонить ему, поблагодарить, сказать, что все получилось просто прекрасно. А не будет это выглядеть как навязчивость? Подумала Соня. Да нет, вряд ли. А вот если не позвоню, будет выглядеть как невежливость. И она позвонила, поблагодарила, рассказала, что все обошлось именно так, как он и обещал. Вы не представляете, как моя свекровь и разъявилась, когда я ей сказала про это поручительство и тут же отказалась от кредита. Ну вот видите, сказал Андрей Антонович. Я очень рад за вас. Это все благодаря вам. Спасибо большое, сказала Соня. Впрочем, извините, я вас, наверное, отвлекаю от дел. У вас голос такой усталый, явно не до меня. Нет, что вы, Соня. Простите, ничего, если я буду вас так называть. Понимаете, мне как будто легче, когда я с вами разговариваю. А сейчас действительно много проблем. Но не хочется об этом говорить. Да вообще, не только с вами, а вообще ни с кем. В любом случае, спасибо, что позвонили и буду рад, если позвоните еще раз. Решился сказать он. Да, Андрею Антоновичу, жениху и уже почти мужу, действительно было приятно разговаривать с ней. И не просто приятно, а почему-то влекла к себе эта женщина. Он собирался жениться, но его это совсем не радовало. И он действительно не мог с ни с кем об этом поговорить. А вот небольшой разговор с Соней как-то отвлек его от неприятных мыслей. И то, что она сейчас появилась, было очень кстати. Ведь ему, похоже, понравилась эта женщина. А может, даже больше, чем понравилась. Может, он влюбился. Эта мысль пришла как-то незаметно. Хотя целый день сегодня, после расставания, он о ней только и думал. Соня удивила его предложение звонить, но в то же время обрадовала. Внимание такого молодого, красивого мужчины, ей, отвыкшей от мужской ласки, было приятно. Но она не допускала мысли о какой-либо любви и каких-то отношениях. Она же была замужем. К тому же у нее ребенок. И кто она такая? «Простая санитарка?» Да он просто изверженности это сказал. «Ладно, как-нибудь позвоню, если возникнут проблемы, с которой самой не справиться». «Да можете просто так. А если я вам наберу, вы не будете против?» – неожиданно спросил Андрей Антонович. «Нет, хотя буду, наверное, несколько удивлена, но приятно удивлена», – сказала она и повесила трубку. А потом еще некоторое время сидела с растерянной улыбкой на лице. Однако вскоре неприятные мысли о собственных делах вернулись. Понятно одно – в этой семье она больше оставаться не может. Но куда ей деваться? Просто так пойти сейчас и снять квартиру или даже комнату – возможности нет. Ведь нет денег. На оплату аренды будет уходить почти вся зарплата. А на что они с Егором будут жить? Соня корила себя за нерешительность, но в то же время понимала – решиться на что-либо ей будет сложно. Откуда-то и вернулись муж со свекровью. Они уже были более спокойны и почти веселы, хотя с ней не разговаривали. Видимо, опять что-то задумали. «Ну, теперь у них точно ничего не получится», – подумала Соня и сама не пыталась заговорить со своими родственниками о том, что ее так волновало. Например, нужно было обсудить развод. Разговор этот, честно говоря, давно назрел, но она никак не решалась. Раньше ей не хватало фактов, теперь их было предостаточно. Но Макс же не знал о том, что она слышала его разговор с любовницей и матерью. Но не решалась она сказать им о том, что в курсе их задумки с кредитом. И уж тем более не могла сказать, что ей нравится другой. А то, что Андрей Антонович ей понравился, ничего в сущности не значит. Она же не знает о его отношении к ней. Ну, подумаешь, попросил звонить, пообещал, что сам будет набирать. Ни о чем это не говорит. Простая вежливость. А может, болтовня Лавеласа? Только этого еще не хватало в ее обстоятельствах. Но все это не значило, что она готова остаться с Максом. Все-таки какая-никакая, но хотя бы моральная или духовная поддержка ей была необходима. Ведь по сути, Соня была очень одинокой. И когда на следующий день она выходила с работы, ее кто-то окликнул. Меньше всего она ожидала увидеть молодого банкира. Но это был именно он. Вот решил встретить вас с работы, домой подвезти. Просто сказал он, поздоровавшись. Спасибо большое. Ответив на приветствие, сказала Соня. Да мне вообще-то не очень далеко. И не сразу домой. Сначала нужно в детсад, за сыном. Это я знаю. Знаю, что вы замужем и что сможем у вас ситуация непростая. Но я могу уехать и не навязываться вам больше, если не хотите. Нет, ну что вы. Ситуация, да, непростая. И это значит очень многое. А то, что я вам рассказал, все очень серьезно, так что... Ух, даже не знаю, что говорю. Соня почти до слез покраснела, действительно не понимая, как дальше вести разговор. Ведь она сейчас напрямую говорит постороннему мужчине, что она свободна. Хотя на самом деле это не так. Мы с мужем будем разводиться. Но пока не знаю когда. Не говорил еще с ним. Боюсь, понимаете, не решаюсь никак. Да, прекрасно понимаю. Садитесь, отвезу вас до детского сада. Может, немного поболтаем и проясним что-нибудь. По дороге он все же решился и сказал ей. Понимаете, Соня, я вот не женат, но скоро должен жениться. Не подумайте, чего дурного не по своей воле. Моим родителям в основном отцу, а также родителям невесты нужен этот брак. Но мне вообще нет. А ей? Спросила Соня, моментально проникаясь с сочувствием к незнакомой девушке. Да, ей скорее всего нет. Или ей все равно, что выйти замуж, что не выйти. Не хочу говорить о ней ничего плохого, но для нее деньги и дела тоже важнее такой мелочи, как личная жизнь. Она готова выйти за меня замуж, совершенно не думая о том, что будет дальше. Ведь мы же должны будем как-то взаимодействовать, строить семью. Ну, какая-то семья, если она построена, чтобы родители могли заключить выгодную сделку. И брак тоже будет сделкой. Никому он особо не нужен. Особенно мне. И особенно сейчас. Но вы все-таки женитесь. То есть заключаете эту сделку? Сказала Соня, не сдержав горестный вздох. А я думаю, что нет. Думаю, что сегодня же отменю свадьбу. Решительно сказал Андрей. Не спешите. Может быть, брак принесет вам счастье? Я прекрасно понимаю, ничего хорошего он не принесет. Тем более, кажется, впервые в жизни я влюбился в Ассони. И это делает мой брак совершенно невозможным. Ох, а вот мы и приехали. Это садик моего сына. Пора прощаться. Знакомиться вам с ним, наверное, рано, а может и вовсе не стоит. Я не буду скрывать, вы мне тоже очень понравились. Может, даже какая-то влюбленность есть, но я ведь не разведена. И с моей стороны это неправильно требует того, чтобы вы отменяли свадьбу. Может, поговорим обо всем после того, как бобы будем свободными. Не хочу я быть ничьей любовницей, понимаете? Ни замужней, ни разведенной. Хорошо, Соня. Я вас прекрасно понимаю. Я свободный человек и очень надеюсь, что вы не шутите и тоже скоро станете свободной. Хотя требовать от вас я этого не могу. Отказать ему в общении Софья не смогла. И вот такие платонические отношения продолжались чаще всего по телефону. Она все больше обретала уверенность в себе и уже готова была поговорить с Максимом о разводе. Но вдруг Андрей Антонович попал в аварию. Его привезли в ту самую больницу, где работала Соня. И только таким образом она смогла узнать о произошедшем. Потому что сам мужчина находился в коме и никак сообщить о себе не мог. Общих знакомых у них, разумеется, не было. Но на этом хорошее заканчивалось. Врачи очень сомневались в том, что больной когда-нибудь придет в себя. Он лежал, подключенный к разнообразным аппаратам, поддерживающим его жизнь, и не реагировал ни на какие внешние раздражители. Поговаривали, что аварию могли подстроить конкуренты. Но это Соня было безразлично. Ее сердце разрывалось от боли за любимого человека. Да, она могла видеть Андрея, могла узнавать о его состоянии, но не имела возможности ни помочь ему, ни долго оставаться рядом. К нему заходили и родители, и друзья, и красивая ухоженная девушка. Видимо, та самая невеста. Они с полным правом были рядом. А Соня могла только мыть полы. Она даже не знала, доходит ли до больного те несколько слов любви, которые она успевала торопливо прошептать во время уборки. А вот те слова, которые говорила ему невеста, как-то услышала, замешкавшись у двери палаты. И слова эти были страшны. Ну что, так и будешь лежать, ни человек, ни мертвец? Эх, Андрюша, тебе лежать. Ну, выживешь, и будешь еще годами гнить вот так. А и поправишься, тоже не легче. Ты же нищим останешься. Я ведь не дура. К родителям твоим ключик подобрала. Все активы твои скоро на себя переведу. А там и их заставлю наследнице меня сделать. И дело в шляпе. Софью как льдом сковали эти слова. Вот тебе и невеста. Если она так ждет смерти Андрея, то не постарается ли она ее приплизить? Надо почаще заходить, следить за ней, что ли? Решила она. А потому, во время следующего посещения этой девушки, которую звали Ларисой, робко зашла в палату. Простите, мне нужно убраться тут. А в другое время нельзя зайти? Высокомерно спросила девушка. Вы же видите, здесь близкие люди. Я разговариваю вот с этим поленом. Может, чего слышат? Очухаются? Да, возможно. Врачи говорят, что скоро, бормотала Соня, протирая и без того чистый подоконник. А сейчас? Ладно. Заодно проверь, не обделался ли он. Не хватало мне еще сидеть и дышать всем этим. Соня подошла, проверила. Нет, все в порядке, не беспокойтесь, сказала она. Я скоро уйду, не переживайте. Говорите, что хотите, я не слушаю. Я только вот здесь еще протру, в том углу и в туалете тоже. Она занялась делом, краем глаза продолжая поглядывать на Ларису, которая, видимо, не хотела общаться при ней и сидела рассеянно глядя в окно. Потом спросила у Сони. Так что говоришь, врачи обещают очухаться скоро? Да, что-то такое слышала. Соня не знала, нужно ли об этом говорить Ларисе или нет, ведь явно ее такая новость не обрадует. Получишь, слушать-то надо. Все так же высокомерно произнесла она. А то очнется больной, пойдет куда-нибудь, а ты ничего и не знаешь. Ну ладно, это мы еще посмотрим, кто и куда там в себя придет. И она, надеясь на то, что санитарка ничего не видит, подошла к аппарату искусственного дыхания и попыталась отключить его. Вы что делаете? Кинулась к невесте Соня. Нельзя ничего трогать, он же погибнет. Она выскочила из палаты, принялась звать врача, медсестера и сообщила о поступке Ларисы. Но та не собиралась признавать свое вину. Постаралась свалить все на саму Соню. Что? Ты меня хочешь обвинить в убийстве? Я хотела убить своего жениха. Да я тут в палате, каждый день бываю. Молюсь за его здоровье, ночами плачу. Это ведь мой жених. Мы уже жениться собирались. А то вдруг это будет меня в чем-то обвинять. В том, что я хотела его убить? Нет, это уже слишком. Да это она сама хотела. Она ковырялась в аппаратах. Хорошо еще, что я была рядом. И она уже давно явно что-то задумала. Чистила Лариса, стараясь сделать вину Сони более достоверной. Постоянно крутится возле палаты, и никто внимания не обращает. А я ведь только сейчас догадалась, почему она это делает. Специально убить его хотела. Он ей однажды кредит не дал. Вот она и мстит теперь. Я в суд подам на всю вашу больницу. За больным не следите. Допускайте в палату убийц. А она может даже и с конкурентами связана, которые его убить хотели. Аварию подстроили. Врачи и медсестры растерянно переводили взгляды с Сони на Ларису, потом на больного, потом опять на Соню. София, это действительно так? Ты пыталась что-то сделать с аппаратом? Конечно нет, доказывала она. Я убиралась вот там, в туалете, и случайно заметила, как это. Подошла и попыталась отключить аппарат. И она это сделала после того, как я сообщила, что Андрей Антонович скоро выздоровеет. А кредит ты у него пыталась взять? Строго спросил главврач. Да, но это совсем не так, как она говорит. Не в том дело, что он мне отказал, а в том... Она запнулась. История все-таки была слишком долгой и запутанной. А рассказывать ее сейчас казалось бессмысленным. Значит, хотела взять кредит, не получила и решила вот таким образом отомстить. Все больше и мрачнее резюмировал главврач. Да нет же, не верьте, это она. Я хотела убить Андрюшу, за которого собиралась замуж, кричала Лариса. Да вызовите уже, наконец, полицию. Ее в тюрьму надо посадить за такие дела. Вполне возможно, она и других пациентов таким же образом на тот свет спровадила. Главврач отвел Соню в свой кабинет. Извини, я, конечно, не верю, что ты хотела кого-то убить, но сама понимаешь, после такого скандала с влиятельными людьми работать здесь ты больше не сможешь. Не потому, что я так хочу, а потому что... Ну, сама понимаешь. Пиши заявление по-собственному. Хорошо, Борис Анатольевич, я напишу. Но все-таки, пожалуйста, сделайте так, чтобы за больным присматривали, когда это в палате находится. Я ведь правду говорю. Она его убить хотела. Если бы я сама не видела, что она отключала аппарат... Скандал получился довольно-таки громким. Поэтому, когда Соня, собрав свои вещи и получив расчет, пошла домой, все уже знали о произошедшем. Большинство сочувствовало санитарке, но были и те, кто не верил ей. Каким-то образом узнала ее семья. И там-то уж точно не поверили. Когда она пришла домой, Макс ядовито накинулся на нее. Ну что, поздравить тебя можно, безработная теперь? А с какой же это стать интересно? Расскажи-ка, милая, что у тебя было с этим банкиром? Почему это он тебе не дал кредит? Соня была настолько вымотана за день, что не сдержалась. И в истерике высказала мужу все, что думает. Да, я люблю Андрея. Мы с ним встречались и хотели быть вместе. Если бы не это авария, так бы все и было. А с тобой я хочу развестись, независимо от того, буду я с Андреем или нет. Хочу уйти от тебя, понимаешь? Я тебя ненавижу. Зная все, что вы задумали с этим кредитом. Вы меня хотели в тюрьму посадить. Макс и Елена Георгиевна замерли с открытыми ртами. Они не подозревали, что невестка в курсе всех их дел. Макс даже пытался как-то выкрутиться. Да ты что такое выдумала? В какую тюрьму? Ничего мы не хотели. Говорю же, кредит нужен для бизнеса. Ага. А бизнес ты хотел организовать своей любимой Кариночке, да? Ядовито сказала Соня. Да, я про вас все тоже знаю. И оставаться здесь больше не собираюсь. Да что ты перед ней оправдываешься? Пришла в себя Елена Георгиевна. Пусть убирается куда подальше, лишь бы нам ее больше не видеть. И никаких алиментов не получишь. Квартиру мы делить тоже не будем. А попробуешь права качать, найдутся свидетели твоих проделок. В том числе и того, как ты хотела банкира этого уморить. Да-да, иди к нему жить. В больницу, в палату. Может тебе коврик какой-нибудь в постели там. Будешь спать и всю жизнь за ним гашки выносить. Кричал Максим. Не волнуйтесь, я больше здесь не останусь в вашем доме. Ответила Соня. И действительно, стала быстро собираться. Егор, как счастье, был еще в детском саду. И не застал всю эту сцену. Но что ей делать теперь? Куда идти с ребенком и вещами? Она взяла самый минимум. Только самое необходимое. Оставила вещи на время у подруги в соседнем доме. И отправилась за Егором. Тем временем, подруга по телефону пыталась найти какое-нибудь жилье для них сыном. Ты не волнуйся. Если не найдем, у меня переночуешь первое время. Пообещала она. Но Соня прекрасно понимала. У подруги места нет. И предлагает она, скорее, из вежливости. Однако, все-таки пришлось прийти к ней. Ведь никакой, даже самой дешевой комнатки не нашлось. Сидели они у телефонов чуть ли не до ночи, пытаясь найти хоть какое-то жилище для Сони. И в результате удалось найти комнатку в общежитии. Егорка не понимал, что происходит. Но нельзя было сказать, что он сильно огорчен. Жизнь с папой и бабушкой вовсе не казалась ему соблазнительной. — А мы когда-нибудь вернемся к ним, мам? — спрашивал он. — Нет, милый. Скорее всего, нет. Пока будем жить в не очень хорошей комнате, а потом посмотрим и что-нибудь придумаем. — Главное, чтобы нас больше никто не обижал, ведь так? — Конечно. А ты ведь всегда будешь со мной? — Ну, конечно, всегда. Успокаивала она, думая о другом. На работу разве что буду ходить, если найду ее. Найти было необходимо. Денег оставалось всего ничего. Расчет, ну и сколько-то там оставшихся накоплений от прежней жизни. Половину сразу придется отдать за комнату. Ну что ж, придется начинать самостоятельную жизнь. Подумала о том, что надо было сделать это раньше. А теперь-то что? И начались для Сони очень тяжелые времена. Нашлась-таки та самая плохая комната в общежитии, населенная не самыми лучшими людьми. Постоянные крики, шум, ругань, удобств почти никаких, грязь несусветная и тараканы. Деньги кончались со страшной скоростью. Где брать новые — непонятно. она уже готова была на абсолютно любую работу. Ведь Егора нужно отводить в садик, приводить из садика. Ну то есть во времени она была ограничена. А что ей было делать? Не возвращаться же к мужу с покаянным видом. Да и не факт, что ее примут. Вполне могут сказать, что ушла, так и не приходи больше. Нет, это был совсем не рассматриваемый вариант. Но ведь сын. Так жалко его. Егорка совсем приуныл. Хотя о возвращении к отцу даже не говорил. Просто спрашивал маму. А когда же мы будем жить нормально? Я не хочу здесь больше находиться. Не оставляй меня тут одного, я боюсь. Егорушка, я все понимаю, но пойми и ты меня. Нам сейчас некуда идти. И мы обязательно что-нибудь найдем. Она в отчаянии закрыла глаза. Найти-то было можно, но прежде всего нужно найти деньги. А без денег ее ни на какую квартиру не пустят. Что делать-то, думала она. Проситься назад к мужу невозможно. Но денег же он может нам дать? Да нет, не даст. Может занять у кого-то. Тоже не у кого. Да и чем потом отдавать. Соня бессильно плакала ночами. А днем пыталась уберечь своего сына от всех опасностей, которыми кишало это общежитие. И вот в результате этой ужасной жизни случилось непоправимое. Егор простудился. Нет, ничего страшного с мальчиком не случилось, но ведь теперь его нельзя было отводить в садик, где он хотя бы какое-то время жил в нормальной обстановке и получал трехразовое питание. К тому же, его нужно было лечить. А у нее даже на самые простые лекарства не было денег. И вот в момент самого тяжелого отчаяния в дверь ее комнаты постучалась очень приличная и представительная пара. Это были родители Андрея, которые узнали о причине произошедшего в больнице скандала и решили поговорить с Соней, как с участницей. Пожалуйста, расскажите нам все. Неужели Лариса пыталась делать то, в чем ее обвинили? Спросил Антон Степанович. Да. Хотя мне никто и не поверил, но я все видела и слышала. И Соня рассказала ей про послушанный разговор и про действия, предпринятые Лорой, уверенный в том, что ее никто не видит. А ведь мы подозревали, что с ней не все так чисто, сказал отец банкира. По крайней мере, теперь мы знаем правду. А как у Андрея дела? Ему не лучше? Спросила она. Лучше. Врачи обещают, что скоро все будет в порядке. А что с вашим мальчиком? Увидев лежащего в жару, Егорку спросила мать, Алла Дмитриевна. Соня объяснила. И супруги приняли, решение. Забрали ее с сыном к себе домой. Не дело больному ребенку оставаться здесь. Да и здоровым в таких местах не место. Так, жизнь Сони изменилась самым необыкновенным образом. Они действительно переехали в большой и богатый дом. А потом пошел на поправку и Андрей. Они часто навещали его, гуляли вместе в больничном саду. А через пару лет состоялась их Сони свадьба. Обо всех своих прошлых бедах они смогли забыть, живя в любви и согласии. И даже не интересовались тем, в каком положении сейчас те, кто принес им так много переживаний. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Для вас одно простое действие, но для меня это крайне важно. Спасибо заранее и всего доброго!